с вами николай пивненко в проекте дата 29 февраля день особый поэтому поговорим о самом дне конкретно он 60 по счету уникальный в году единственный отсутствующий в невисокосном и в основном бывает раз четыре но что интересно в 1930 и 1931 годах в ссср из заведения советского революционного календаря было 29 февраля хотя эти годы не являлись високосными то что полный оборот земли вокруг солнца составляет не ровно 365 дней а 365 суток 6 часов 9 минут и 9 и 76 суток секунды впервые заметил египетский фараон птолемей 3 если бы человечество не обратило внимание на эту разницу календарный год за многие столетия мог бы заметно сдвинуться и вообще перестал бы соответствовать солнечному но тут с революционным приказом выступает никто иной как римский император гай юлий цезарь да тот самый который приказал удаленять каждый четвертый год високосный ровно на одни сутки особый лишний день был взят на заметку католики 29 февраля отмечают день святого освальда он считается праздником между прочим посвященным любви в россии эта дата касьяна в день согласно легенде бог лишил святого касьяна ежегодных именин за недоброжелательность к людям у восточных славян этот день считался одним из самых опасных и демонических во многих европейских странах вплоть до 18 века 29 февраля считалось как бы ну несуществующим днем даты не имеющий юридического статуса часто в этот день не заключались сделки не производились выплаты не давали в долг и тому подобное еще сегодня международный день редких заболеваний в невисокосный год и праздник отмечается 28 февраля его цель привлечь внимание общественности к проблемам людей которые болеют редкими заболеваниями а также повысить осведомленность о редких болезнях и вообще их влияние на жизнь людей ну а теперь о родившихся в 1904 году на свет появился знаменитый американский музыкант и руководитель эстрадного оркестра глен миллер в марте 1938 молодой миллер организовал big band который впервые выступил нью-йорке в зале карнеги холл но 15 декабря 1944 тот же глен миллер но уже всемирно известный композитор и дирижер руководитель оркестра американских ввс поднимается на борт самолета в париж и бесследно растворяется в небе 1924 год владимир крючков рождается этот день генерал армии председатель кгб ссср член гкчп а в 1932 году родился юрий богатиков эстрадный певец баритон народный артист ссср и украины ирина купченко актриса театра и кино народный артистка сфср появилась на свет в 1948 а в 1952 рождается раиса сметанина советская лыжница многократная чемпионка мира и олимпийских игр по лыжным гонкам но теперь события этого дня 1288 год шотландия объявляет этот день возможностью женщины предложить брак мужчине получается что 29 февраля это можно было делать раз четыре года 1696 год петр первый прибывает в воронеж чтобы лично руководить постройкой первых кораблей для похода на азов на верфь ставшую фактически родины русского флота 1888 год американский инженер герман холлевит изобретает табулятор это фактически первое своеобразное электрическая счетная машинка 1936 год нильсбор предлагает теорию составного ядра атом а в 1940 году американская киноактриса хэйти макдэниел становится первой негритянкой которая удостоена премии оскар номинации лучшая актриса второго плана и важно за роль в фильме унесенный ветром вообще эта картина была удостоена в итоге 8 оскаров ну и последнее мы с вами уже понимаем 29 февраля день особый видимо поэтому сегодня честуется если можно так сказать наше самое злое сказочное божество кощей он же бессмертный или чернобог кощей изображается как человекоподобный идол к тому же он черный серебряными усами по древнему обычаю ровно в полность с 29 февраля на 1 марта нужно торжественно раздавить в руке обычное сырое куриное яйцо это означает как известно смерть кощееву ибо жизнь скрывается в яйце а поскольку это чудище символизирует собой саму зиму то заодно оканчивается и она так что готовим сырые яйца и встречаем весну с вами был николай пивненко в проекте дата